Слава Богу, друзья! Я много раз замечал в жизни, что Бог никогда не оставляет свою церковь и свой народ, Божий народ, без внимания. На мир грядут многие события, многие происшествия, катаклизмы. И всегда Бог предупреждал свой народ, свою церковь о грядущих событиях, для того, чтобы церковь могла подготовиться и достойно пройти, или избежать их, укрыться, укрыться в Боге. И если церковь стоит в совете Бога, она бодрствует в молитве, она всегда будет предупреждена. Я вам сегодня хочу рассказать сон, который мне приснился буквально вот пару дней назад. Это был сон предупреждения. Я скажу свою особенность. Мне сны не снятся совершенно. Я сплю очень мало, но очень крепко. И если мне снится сон, то обычно это сон знаковый. Предупреждение. Вы имеете право принять или не принять. Это ваша абсолютно свобода выбора, как к этому относиться. Я рассказываю сон, как сон, потому что так говорит Писание. Сон рассказывает, как сон. Вы сами анализируете, думаете. Я скажу свой комментарий, как я это понял. Но я нахожу для себя, что этот сон очень важен. В нем есть очень серьезное предупреждение для церквей. Очень серьезное предупреждение. Значит, вы слушаете сон. Я видел корабль, огромный лайнер, вот пассажирский лайнер, где я был капитан. Это был больших размеров корабль. И я видел, как на палубе отдыхают много верующих, мне знакомых людей с разных церквей. Я их видел. И корабль был так сделан. Во-первых, он был очень большой, очень массивный. Он был очень мощный. Он был очень надежный. Что нос корабля был сделан в виде арки для того, чтобы волны и солнце не наносили какой-то вред. То есть, прикрывало у тех людей, которые на палубе. То есть, корабль изначально был разработан так, чтобы людям было удобно и комфортно. Была прекрасная погода. Тише, гладь и благодать, как говорится. Я видел много островов. Я приплывал в острова. Было спокойно море, синее небо. Облачка, белая облачка. Не намекая на какую-то бурю. Не намекая ни на какой шторм. Прекраснейшая погода. Я видел вот эти острова, много островов, где было очень много отдыхающих людей. Они беззаботно лежали на шезунгах, они купались, они загорали. Очень такая обстановка миролюбивая и спокойная. И вдруг я услышал громкий голос. Глубокий голос. Такой мужской глубокий голос, который мне сказал. Я его очень отчетливо слышал. Впереди надвигается сильный шторм. Уводи корабль в гавань. Потому что ни один корабль этот шторм не выдержит. Вот. Уводи корабль в безопасное место. И я смотрел вокруг, и намека на шторм не было. Не было ни туч каких-то таких темных. Ни ветра. Все говорило о том, что погода прекрасная. И я какое-то время стоял и думал, верить мне в это или не верить. И вдруг я обратил внимание, что много-много кораблей повернули назад и плывут в гавань, в порт. И я тогда во сне понял, что эти корабли это церкви. Это были церкви. Они возвращались в порт. Они также получили предупреждение, что надвигается страшный шторм. Это были маленькие, большие, средние корабли разных размеров. И они всей толпой, вот их много было, они шли в порт, в гавань. И это вдохновило меня. И я говорю так, стоп, машина, мы разворачиваем корабль, мы плывем назад. Я еще помню, что некоторые верующие стали возмущаться, ну зачем, все хорошо. Я сказал, доверяйте мне, доверьтесь мне. Нам Бог сказал, я сказал, нам Бог сказал вернуться в гавань. Безопасное место. И я помню, что я завел корабль в арку, мощные массивные стены в порт. Там было много кораблей, много церквей стояло уже. Они уже пришвартовались, пришвартовались мы. Это было абсолютно безопасное место. При этом погода была великолепная. Никакого намека не было на шторм. И я оказался дома перед большим витражным окном с женой. И мое окно выходило прямо на берег моря. Я наблюдал и смотрел, такая прекрасная погода, что я за голос слышал. Может быть, я ошибся. Может быть, зря я свернул с курса. Может быть, зря я остановил это плавание. Может, мне нужно было продолжать двигаться дальше. Мне раздирали сомнения. И вдруг мне жена говорит, смотри. И я увидел, идет волна. Она маленькая волна. И она ударилась о берег, и все. Я думаю, ну и что? Это маленькая волна. Но то, что я увидел дальше, меня поразило. Я даже в воображении не мог это представить. Было синее небо, были облака, не было ветра. Но я видел, как вдруг, внезапно, я не знаю, откуда они взялись. Гребнем от горизонта до горизонта поднялись гигантские волны. Их было много, но три волны было особо больших. И вот эти три волны, они захлестнули вот эти все острова. Я видел, как они смывали эти вот дома отдыха, шезлонги, людей. Они их уносили куда-то. Они смывали, и я понял, что люди обречены. Это была ужасная картина. Стоял такой грохот этих шум волн. Но при этом небо было чистое, не было ни ветра. Я даже не понимал, откуда эти волны взялись. Это было настолько внезапно. Они пришли неожиданно. Никто не был к ним готов. И я видел, как эти волны грядут прямо на мой дом. И перед моим домом они просто потеряли силу и ослабли. Я вскочил, проснулся, и вдруг я отчетливо понял это предупреждение, что грядет бедствие, событие на этот мир, не на церковь. Мы увидим бедствие и события, которые будут ужасны. Но это будет не для церкви, это будет для этого мира. Сегодня Бог предупреждает церкви, это мой комментарий, чтобы церкви ушли в безопасное место, в покой Бога. То есть, друзья, погружайтесь в Бога сейчас. Молитесь. Особо пересмотрите свою молитвенную жизнь, свои взаимоотношения со Святым Духом. Вам очень нужно сейчас получить откровение и слово на свою семью, как вам сохранить свой дом, как вам остаться в безопасности, чтобы вы были Вадимы Духом. Вам нужно сейчас особо погружаться в Бога и обогатить свою молитву. Мужья, молитесь за жен своих, молитесь за детей, молитесь за дома, потому что вы поставлены Богом быть священниками в доме, жены. Молитесь за мужей, за детей, молитесь за родителей, молитесь за своих пастырей, молитесь за свои церкви, молитесь за свой город, за свои дома. Говорите сейчас с Богом об этом. Грядут события, которые потрясут весь мир. Я не знаю, о чем речь. Я могу только сейчас догадываться, что это, может быть, природные катаклизмы. Это, возможно, эпидемии. Это, может быть, что-то связанное с войной. Я не знаю. Но я знаю о том, что нам не нужно даже, может, это знать. Нам сейчас нужно обратить внимание на то, что Бог сказал многим церквям. Уйдите в безопасное время. На мир грядет шторм. Бог начинает трясти этот мир особо. Друзья, уходите в безопасное место. Погружайтесь в Бога. И помните, ни деньги, ни золото, ни серебро, ни какие-то связи, ни ваши возможности. Это не гарант вашей безопасности. Гарант вашей безопасности. Только личные взаимоотношения со своим духом и запас веры. Делайте запас веры. Потому что вам нужно научиться доверять Богу, несмотря ни на что. Друзья, погружайтесь в Бога сейчас особо. Молитесь. Молитесь много. Говорите с Богом о том, что предстоит, что грядет этот мир. И не пугайтесь. Все верующие люди, я это понял во сне еще, не повредит им эти события. Вы будете в безопасности. Если вы стоите в совете пред Богом и бодрствуете в молитве, вас эти события не коснутся. Если вы легкомысленны, если вы беспечны и искушаете Бога, вы не в страхе Божьем живете, то это будет на вас ответственность вам за это и пожинать. Я прошу вас, отнеситесь к моим словам серьезно. Обогащайте страхом Божьим, благоговением пред Богом, склоняйте колени в молитве. И не бойтесь. Все, что будет сегодня происходить в мире, это будет происходить с миром, но не с вами. Молитесь за ваши дома сейчас, чтобы эти бедствия не коснулись вас завтра. И не бойтесь. Я не знаю, может это будет кризис, вы будете сыты. Может это будет землетрясение, вы будете в безопасности. Не переживайте, вы будете все под покровом Бога. Только сейчас погрузитесь в Бога и молитесь за ваши дома. Но все, оставляю на ваше усмотрение. Написано один пророчество, прочее рассуждайте. Еще раз говорю, это ваше право принимать, не принимать. Отнеситесь так, как вы посчитаете нужным. Благословляю вас, погружайтесь в Бога больше. Сейчас интересное и особое время.